Переходим к докладу Ольги Розенблён «Тасковать общественно или тосковать лично?» Комментарии к стихотворению Александра Кушнера на выслуху Иосифа Бродского. Спасибо большое. Я здесь действительно хотела бы еще дополнительно поблагодарить за предыдущий доклад, потому что про Рубина мне приходилось слышать в связи с тем, что и сестра его, и жена его помогали с самоздатом, с перепечатыванием документов 1967 года. Значит, то, что я хочу сегодня показать, обсудить, это, с одной стороны, комментарий к записи Фриды Вигдоровой, потому что… А с другой стороны, это было написано в январе этого года, на смерть Александра Павловича Тимофеевского, и как-то я собиралась тогда это опубликовать, и, как всегда, отложила, чтобы что-то доправить, доделать, и без повода уже не стало. И вот сейчас это такое запоздалое сочетание двух таких импульсов, потому что я комментировала запись Фриды Вигдоровой, запись суда над Бродским, и в одном из писем, то есть, собственно, в письме к Лидии Чуковской от 16 марта 1964 года, а суд, второй суд, выславший его из Ленинграда, произошел 13 марта, Вигдорова пишет Чуковской, что она отправляет ей запись и просит там вычитать перед отправкой машинистки и прикладывает стихотворение Александра Куршнера. Вот совсем свежее и только что к ней, ей переданное. Значит, вот оно, это стихотворение, написанное, очевидно, вот сразу после суда, в первые же дни, потому что вариантов тут не было. 13-го суд, 16-го Вигдорова уже посылает это письмо Чуковской и посылает и к комментариям с замечанием, если захотите кому-нибудь показать, давайте из рук. Уснешь с прикушенной губой средь горьких жуликов и пьяниц, заплачет горько над тобой Овидий первый тунеядец, значит, выслан Бродский за тунеядство. Ну и для меня это такое, как бы вот это стихотворение, один из, я просто задала вопросом, а вот Вигдорова, когда редактирует эту свою запись, сделанную 13-го числа, и к 16-му числу уже отредактированную, сделанную, она что имеет, ну как бы вот, вот понятно, что она сама знает, что она имеет в виду, но в этот момент еще вот к этой записи она прикладывает это стихотворение, и может быть какие-то контексты, какие-то ассоциации, бывшие в этом стихотворении или вокруг, где-то, да, как-то отразились в ее записи. Вот это был мой вопрос, тот вопрос, которым я комментировала это стихотворение. Итак, ему все снился виноград вдали Италии родимый, а ты что видишь, Ленинград в его зиме неотразимый. Когда до набережной снег летит, врываясь на литейный, спиной к ветру человек встает у лавки бокалейный. Когда приходит новый стих, ему нет равного по силе, и нет защитников таких, чтобы эту точность защитили. Такая жгучая тоска, что ей положено по праву, вагоно жесткая доска, опережающая славу. Средь горьких жуликов и пьяниц едет в ссылку Тунеядец-Бродский. Он не им равноположен, но Овидию. Высланный из Рима Овидий – это, конечно, отсылка к цыганам и сравнение с самим Пушкиным, написавшим не только цыган, но и погасло дневное светило. Образ сосланного царем, потому что здесь, конечно, рассказ старого цыгана. Царем когда-то сослан был полудня житель к нам в изгнании. Как и в целом, пушкинское противопоставление поэт и царь звучит у Кушнера вполне отчетливо, отсылая не только к Кушкину, но и что для Кушнера и Бродского может быть важнее и уж точно гораздо ближе к Ахматовой, который в свою очередь отсылает к Пушкину. Кто знает, что такое слава, какой ценой купил он право, возможность или благодать, над всем так мудро и лукаво, шутить таинственно, молчать и ногу ножкой называть. Первая строчка этого стихотворения Пушкин 43-го года это именно ответ цыгана, ответ Олега, который так отреагировал на рассказ старого цыгана об Авидии. Так вот, судьба твоих сынов, о Рим, о громкая держава, певец любви, певец богов, скажи мне, что такое слава. Разговаривая с Пушкиным о славе поэта, Ахматов отвечает ему его языком, то есть четырехстопным ямбом, переходя для этого разговора с трехсложной стихотворной страфы на двухсложную, с пятистопной, двухсложной на четырехстопную, с языка лирики серебряного века, на язык классики, заставляет читателя хоть сколько-то знакомого со школьным учебником литературы слышать сквозь строку, какой ценой купил он право, смерть поэта Лермонтова. Не мог щадить он нашей славы. Именно славой завершает Пушнер свое стихотворение, написанное четырехстопным ямбом и отсылающее не только к Пушкину, Лермонтову и Ахматовой, но в первую очередь к самому Бродскому, к рождественскому романсу, написанному тем же размером. К рождественскому романсу, где повторяется и повторяется, то есть длится и длится, движение в тоске необъяснимой, которое, может быть, и выведет к свету и славе, если этот маятник, жизнь когда-нибудь качнется вправо, но пока он вообще-то качнулся влево. Тоской пропитаны все строфы рождественского романса. У Кушнера она появляется лишь в конце стихотворения, но она здесь в таком концентрированном виде, она жгучая тоска, она такой силы, такая жгучая, что ей положена по праву слава, которую опережает вагоно-жёсткая доска, которая и есть маятник, качнувшийся влево, и да, отвечает Кушнер Бродскому, маятник затем качнется вправо в славе. Потому что от столкновения со стихией в момент сильного удара, можно было бы сказать, удара судьбы, но он здесь изображён вполне физически. Это удар ветра, которому человек противостоит, совершает то движение, которое должно его защитить, встаёт спиной. Это пассивное защитное действие притворяется у поэтов в действие, обладающее огромной силой. Тогда приходит новый стих, ему нет равного по силе. Может быть, и здесь есть отсылка к Ахматовой, к Ахматовскому творчеству. Тогда я начинаю понимать и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Но в любом случае и без этой отсылки посредничество Ахматовой между Пушкиным и Бродским у Кушнера уже обозначено. В другую сторону, к другим аллюзиям, уже не о творчестве, уводят образы стихии, поезда, тоска и четырёхстопный ям. К рождественскому романцу Кушнер отсылает не только тоской, которая должна притвориться в славу, не только четырёхстопным ямбом и темой природной стихии, но и фигурой человека, который этой стихии противостоит для движения. В рождественском романсе стоит лавки керосинной, печальный дворник круглолицей. Высказаны до сих пор предположения об отсылках, содержащихся в стихотворении Кушнера и о способах их расшифровать. Ну, кажутся какими-то вполне наглядными, очевидными. А гораздо более рискованным, наверное, будет следующий шаг. О том, что рождественский романс в свою очередь отсылает к ночному поезду Александра Павловича Тимофеевского. Ночной поезд тоже поезд, тоже написан четырёхстопным ямбом. В нём тоже есть тоска и в нём тоже есть образ стоящего, когда всё движется. Но этот стоящий здесь не случайный кто-то, увиденный тем, кто движется мимо, и не поэт, принимающий удар ветра, стихи или судьбы. Это памятник Сталину, это человек с рукою за бортом шинели. Стихотворение датировано 58-м годом. Уже два года прошло с 20-го съезда. Уже начиналась волна разоблачающих репрессий литературных произведений, обвиняющих, правда, не Сталина, но чиновников рангом пониже. Уже остановлена эта волна, уже подавлена Венгрия, уже сталинская премия заменена государственную, но Сталин всё ещё мавзолей, и памятники всё ещё стоят по всей стране. И тень от памятника Сталина в стихотворении Тимофеевского ложится на всю бескрайнюю страну. От неё нельзя убежать, хоть мы от неё упрямо едем. Деться некуда. Снаружи памятник, его тени сверху видно, да, тут есть этот лунный оскал, а внутри, цитата, «пьяные соседи». Лагерная тема в ночном поезде дана не только видным из окна поезда памятникам, отбрасывающим тень на всю страну, но и попутчикам, которые все, цитата, «вся Россия», как будто пьяная Россия вместилась вся в один вагон, как будто в бочке Амулёвой. Здесь и омуль, которого ловят на Байкале, про озеро Байкал поют попутчики, и 40 бочек арестантов, которые на самом деле не лагерники, а рыба, хвостовство рыбаков об огромном улове, добытом с помощью аристеги, бечевки. Едущие в этом вагоне, пьющие и поющие, на самом деле такие же арестанты, как недавние заключенные в районе того же Байкала. И песня это гимн безграничного терпения, и именно этот гимн заставляет повторить блоковское «все будет так, исхода нет». Вот здесь есть строчка у Тимофеевского «и было так, и будет так». В этом стихотворении Блока безнадежность, ненадежда на перемены не связаны с социальной темой. Она, вероятно, тоже здесь присутствует, но само стихотворение гораздо шире, чем она одна. Но когда Ахматова, уже к этому времени автор реквима, обратится к блоку тремя стихотворениями и в третьем, последнем, перейдет вдруг на тот самый четырехстопный ян, в котором написано стихотворение Блока, «Он прав, опять фонарь аптека, Нева безмолвия грамит». Она в это обращение привнесет именно социальную тему. Бессмысленный и тусклый свет, фонарь символиста Блока, горящий вместо солнца, вместо кренделя, крендель булочный, который золотится, тоже вместо солнца. Она прочтет в контексте блоковских стихов и России, где та же тема снижения образов казалась высоким, а казалась низким. Ахматова посредник здесь и к Блоку тоже. Это пьяная Россия у Тимофеевского развития образов Блока. Здесь и Россия Блока тоже с дорожной, да еще и острожной тоской. Здесь и на железной дороге два стихотворения. Здесь едущие и поющие, ну как у Блока, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Здесь сопоставление едущих внутри и того, кто остается снаружи. Но у Блока едущие в поезде не замечают ту, что лежит рядом с кустами, влеклыми и жандармом. На поезд смотрят жадными взорами, а в поезде тоска дорожная, железная. Да, эти два мира, едущих и глядящих, ничего друг о друге не знающих, объединены тоской. Но у Блока это то, что их делает похожими, а у Тимофеевского, ну, может быть, одинаковыми, да, даже вот что-то более сильное, чем похожие, составляющими вместе единое, целое. Эту отсылку к Блоку Тимофеевский повторит через 10 лет в стихотворении, датированном 22 августа 68-го года и названном именно так, чтобы Блок узнавался сразу. Ну, название России это отсылка сразу к обоим стихотворениям Блока, к первому 908-го года Россия, где Россия, нищая Россия сравнивается с женщиной, которая все та же, лес да поле, да плату зорной, да бровей. Да, разбойная краса, но и прекрасные черты, вызывающие слезы первой любви. И можно видеть ее такой, и невозможное возможно, можно видеть ее такой, едучи съемщиком по расхлябанным колеям и слушать его глухую песню, которая звенит тоской острожной, отсылая, в свою очередь, куда-то к пушкинскому Пугачеву. Ну, и ко второму стихотворению «На железной дороге», написанному на два года позже, тоже есть отсылка, да, «Под насыпи во рву некошенном лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая». Это та красивая и молодая, которая за два года до того бросала мгновенный взор из-под платка, черты которой были прекрасны, вызывали слезы первой любви. Вот что с ней стало. А у Тимофеевского, знающего, что было в последующие почти 60 лет, от стихотворения Блока до ввода советских танков в Чехословакию, она тоже в Канаве, но она выжила, постарела, она теперь пьяная, тупая, дикая, брыжет слюной, ругается матом. Стихотворением «На железной дороге» Блок отвечает Фету, в одноименном стихотворении которого «Тоже четырехстопный янг, мороз и ночь под далью снежной». Молодая красота ничем не омрачалась, как и радость лететь на Змеи Огненном через дебри и овраги, та же чистая, собственно, не омрачаемая радость вдвоем, что и в написанном, прошу прощения, четырехстопным ямбом «Мороз и солнце, день чудесный». «Змеи Огненном уютно и тепло», Фету ответил Некрасов «Славная осень, морозная ночь», показав, что именно нужно себе представлять, когда едешь по железной дороге. Железная дорога в русской литературе это социальная именно тема. Это и Толстой подтвердив, заставив Анну Каренину в покойче с собой именно так. У Некрасова тоски именно нет, только образ зарытый в землю мертвецов и рабского труда, тема рабского труда. Но и у Блока движение на МЩК и в поезде, и у Тимофеевского, и у Бродского, и у Кушнера поезд связаны с тоской. У Кушнера это поезд, везущий заключенных. У Тимофеевского он становится метафорой, показывающей, что заключенные все, даже и те, кто формально свободен. А у Бродского это поезд, полночный поезд новобрачный. Ну и теперь самый интересный вопрос, ответ на который я не нашла, и, собственно, поэтому пауза с публикацией этого эссе затянулась. И, в общем, я уже как бы знал ли Бродский стихотворение Тимофеевского. Мог знать, стихи Тимофеевского были опубликованы Александром Гинсбургом во втором номере синтаксиса, стихи Бродского в третьем. Тимофеевский упомянул в одном из интервью, что у него с Бродским были интересные пересечения, встречи, какие-то парадоксальные пересечения в стихах. Если Бродский, а главное Кушнер, помнили о ночном поезде, то одинокая фигура поэта-тунеядца, единственного среди жуликов и пьяниц, есть ответ тому единственному, кто видит в ночном поезде это единое целое, пьяную Россию внутри и Сталина за окном. Кто исключение из этого все, стихотворение 68-го года Тимофеевский уже изменит этот образ. Прошло 10 лет и уже известный, говорит Москва, искупление Даниэля, уже Галич пишет свои песни о Клине Петровиче и о том, до чего мы гордимся сволочь, что он умер в своей постели, и сын пьяной матери, не умеющий крикнуть, опомнись, мама, будет плоть от плоти ее. Но мог и не знать. И тогда знал ли Бродский стихотворение Тимофеевского «мог не знать». И тогда рождественский романс не прочитывает все те значения, которые дает ночной поезд, в том числе и отсылку к блоку и к Ахматовой, говорящей о блоке. Рождественский романс в любом случае гораздо шире темы дорожной тоски, социально-исторической темы. Он на Рождестве о чуде, которое присуще Рождеству и которое может случиться, если жизнь качнется вправо. Он на раздвоенности и в нем много еще других перспектив. Но в любом случае знал ли Бродский Тимофеевского, отвечал ли и ему тоже, это вопрос к 61-му или 62-му году, когда написан рождественский романс. А 25 марта 64-го года, меньше чем через две недели после суда, не зная стихотворения Кушна, Бродский в архангельской пересыльной тюрьме пишет стихотворение об изгнании, как Пушкин, сослан Александром I, написал «Фагаслу дневное светило». «Сжимающий пайку изгнания в обнимку с гремучим замком, прибыв на места умирания, опять шевелю языком». Изгнание обращает на себя внимание в этих четырех строчках, оно не из этого ряда. Это дань романтическому изображению себя, как поэта-изгнанника. Это созданный царем поэт, тогда как пайка, гремучий замок, шевелю языком, да еще рядом с местами умирания, это уже не ссылка на юг, не Кишинев с Авидием, не Смилова севера в сторону южна. Это гремучая доблесть грядущих веков и губ шевеляющихся отнять его не могли. Поэтому стихотворение о сиянии русского ямба написано трехсложным размером. Сияние русского ямба упорней и жарче огня, как самая лучшая лампа в ночи освещает меня. Перо поднимаю на силу и сердце пугливо стучит, но тень за спиной на Россию как птица на рощу кричит. Да гордое эхо Россия засела по грудь в белизну, лишь ненависть с юга на север спешит, обгоняя весну. Мандельштам и Лермонтов не вернулись, Иоанн Бродский тоже может не вернуться. Пугливо стучащее сердце здесь не метафора, а медицина. Он наследник, продолжатель традиции русской классики, к которой относятся и писавшие Ямбом и Мандельштам. Эта традиция его освещает в треносном смысле, как буквально это делает свеча, которая скоро догорит. Сжигаемый кашлем надсадным, все ниже склоняясь в ночи, почти обжигаясь, тем самым от смерти подобие свечи, собой закрывая упрямо, как самой последней стеной. И это великое пламя колеблется вместе со мной. Пламя поэтическое колеблется, дрожит, как пламя свечи, которое скоро, как и жизнь, догорит. Это колебание там качнется, как и жизнь. Этого слова здесь нет, но есть смерть. И слава. Этого слова тоже нет, но есть сияние русского Ямба. Есть традиции негодования, ненаследования и бессмертия. Все это не отсылает к рождественскому романцу напрямую, но тему продолжает. Поэт защищает пламя, которое не только свеча, но и сияние русского Ямба. Он умрет, с ним умрет, и сияние русского Ямба. Традиция русской великой поэзии. Так тоже можно прочитать последние строки этого стихотворения. Здесь нет тоски, прямо или косвенно отсылающей к блоку. Здесь есть Пушкин, здесь есть Мандельштам, два века русской лирики, которые объединены, Ахматовой. Знал или не знал Бродский ночной поезд Тимофеевского, но сопоставление стихов, отсылавших к поезду, тоске и метафорически к путям, по которым идет Россия, показывает его выбор. Не писать об общественных проблемах, сколько значим они ни были, и как бы о них в реквиме не написала Ахматова. Не видеть себя наследником этой истории, это, собственно, выбор Тимофеевского, но только той ее части, которая связана с судьбой поэта, с русской поэтической традицией, к которой он себя причисляет. Поэтому в стихотворении, написанном в Архангельской пересыльной тюрьме, сохраняется романтическая линия, сколь бы школьной и амбициозной она не могла показаться. Ну и теперь я возвращаюсь к исходному своему вопросу, представляя себе, как это стихотворение Вигдарова пересылает Чуковский. Этого стихотворения Вигдарова, стихотворение Бродского, у нас писанного позже в пересыльной тюрьме, завершившая редактуру записи Судак 16 марта, знать не могла никак. Скорее всего, не знала она и Тимофеевского, хотя отдельные стихи из синтаксиса читала, не знала «Ночной поезд». Так помнит ее дочь Александра Раскина. И с Гинсбургом она тоже была знакома. Может быть, в стихотворении Кушнера она увидела только рождественский романс, а не красовско-блоковские контексты, которые, конечно, прекрасно знала в нем и не прочла. Но уж Ахматова она не могла в этом стихотворении не увидеть. И какими бы глазами она, уже написавшая несколько писем в инстанции, уже приехавшая на два заседания суда, уже сделавшая две записи этих заседаний, не читала строки молодого еще поэта Кушнера, писавшего, что нет защитников таких, чтобы эту точность защитили, точность стиха, она, вероятно, уважала право Кушнера и право Бродского видеть себя наследниками не только Ахматовой, но и вообще русской классики. Отголоски этого видны в блокноте, в котором она делала запись второго заседания суда, так ее редактируя, чтобы слово «работа» в применении к поэзии, к переводу поэзии звучало в ней совершенно отчетливо. Предположим, что эта редактура отсылала к стихотворению Ахматовой поэт из того же цикла «Тайный ремесла», которому, возможно, отсылал Кушнер строчками о новом стихе, который приходит так точен, что защитники, ну, кто защитники, читай «Адвокат Топорову», свидетеля Грудинина, Эткин Адмони и приехавших записывать писательницы Викторова. Не могут защитить. Подумаешь, что же работа, беспечное это житье, подслушать у музыки что-то и выдать шутя за свое. Спасибо. Очень много литературных ходов, которые не сразу со слуха воспринимаются, да, все эти... Это в основном классика, конечно, да, то есть эти ходы, они все, они не неожиданные, они, кажется, что лежат на поверхности, в общем. Мне на поверхности кажется только сам Тимофеевский, который, да. Ну, тут, конечно, очень интересно и, собственно, мне представляется, что в конечном счете там читал ли Бродский Тимофеевского или нет, может быть, не так существенно, хотя для вашей статьи, поскольку она все-таки это дань Тимофеевскому, наверное, тут это важно, да, но, в принципе, вот это вот то, что вы прекрасно показываете, оперирование одним и тем же набором вот этих литературных ассоциаций и даже и без непосредственного, контакта, то, что они говорят на одном, даже не то, что говорят на одном поэтическом языке, нет, они оперируют одним и тем же запасом, да, и поэтому как бы тут есть этот общекультурный код, который работает вне зависимости от того, читают они друг друга или не читают. Ну, да, этот вопрос только в том, действительно, имеет ли в виду Бродский спорить с Тимофеевским или, в общем, он живет настолько параллельно, что ему неважно, спорит он или не спорит, он как бы вне споров живет. А насколько вообще Бродскому было свойственно реагировать с кем-нибудь, да, вот это я действительно не знаю. Ну, в Нобелевской лекции он спорит с Солженицыным, не называя Солженицына, но это Нобелевская лекция, да, а это, ну, единственное, вот если только это ситуация какого-то контакта, какой-то коммуникации времен синтаксиса, да, когда все публикуются вот в этом синтаксисе и и знают друг друга, потому что там, сколько там тех авторов, которые внутри этого синтаксиса есть, да, на странице. У меня вопрос такого простодушного Гурона, совсем простодушный, а вот тот факт, что Вигдарова прикладывает стихотворение, которое, понятно, что актуально и написано на ту тему, которая волнует ее и Чуковскую, и всех вокруг, обязательно ли он предполагает, что в этом стихотворении Кошнера она должна была увидеть какие-то литературные аллюзии. Это просто актуальная повестка, что называется. То есть... Честно говоря, это был кусок такой начала статьи про запись суда над Бродским, Вигдоровой, потому что потому что да, там это есть. Мне кажется, что там есть попытка объяснить слово работа через Ахматову, не на языке вот этих, которые судят, тунеядцы и так далее. Это тоже в какой-то мере может быть. То есть с ними она разговаривала, но вот это значение слова работа, мне кажется, просто входит в текст. Это понятно, но для Ахматовой не обязательно нужен... Не нужен Кушнер, да? Абсолютно. И это как раз очень интересно, абсолютно как сказать правдоподобно, наверняка так и было и очень хорошо. Но Кушнер тут немножко сбоку, мне кажется. ход Вигдоровой Кахматовой через Кушнера это какое-то немножко втул через Африку, нет? Ну, да, собственно, можно обойтись и без Кушнера, все то же самое можно и без Кушнера, да. Я как дурак, который испортил песню. Да ради бога. Какая роль? Можно еще. Это проверка концепции напрочь. Нисколько не жалко, да. Нет, но мне кажется, что тут как бы сказать, может быть, даже сам жест, вот там, я не знаю, посылки, стихотворения, стихотворение написано только что, стихотворение написано по этому поводу там и так далее, он, он безусловно важен, а другое дело, что это дублирует какие-то смыслы тоже Ахматова, да, вполне не знаю. А Кушнер сам как-то комментировал это стихотворение? Я не просила его об этом. это напрашивающий тоже ход, но я этого не сделала. Нет, ну просто, может быть, он что-то писал, сам все-таки или каких-то интервью что-то говорил. Понятно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok